Четвертый месяц не утихают споры ресурсников с управляющими компаниями. И по-прежнему у собственников жилья возникает масса вопросов, касающихся прямых отношений, с которыми они порой не знают, куда обратиться. Вопросы разные, но тема-то одна – предстоящий отопительный сезон и прямые отношения с ресурсоснабжающим предприятием. Следовательно, и отвечать на все вопросы жителей должно ГУПСО «Облкоммунэнерго». Таким образом, представителями ресурсоснабжающего предприятия совместно с регионально-информационным центром и руководством местной администрации в присутствии средств массовой информации была организована «Горячая линия», где жители напрямую могли задать свои вопросы, касающиеся платежей, квитанции, тепла и ГВС. Деньги, они управляющие компании говорят, вы платите в ГУПСО, ГУПСО получают их. Какие претензии к нам по отоплению и по всему на свете, по температуре горячей воды? Вы делаете заявку, и мы запускаем процедуру рассмотрения заявки по некачественному оказанию услуг. Для этого в течение буквально считанных часов, это прописано в законе, собирается комиссия, которая проводит обследование и выяснение причин некачественной поставки, некачественного оказания услуг с привлечением управляющей компании. У нас с вами прямая поставка, поэтому заявку вы делаете нашему диспетчеру. Звонки поступали один за другим, вопросов у жителей накопилось множество. Как вас быть сейчас двумя квитанциями? Потому что уже субтитры оформляют, срок кончаются. Законное основание для взымания платы с 1 апреля за услуги отопления и ГВС перешло к ГУПСО «Облкоммунэнерго». Управляющая компания не имеет права выставлять вам квитанцию с услугами по горячей воде и отоплению. Поэтому вы должны оплачивать по квитанциям ОАО «РИЦ» нашего агента, и эти сведения передаются в Центр по начислению льгот и субсидий, с которым у нас заключено соглашение. За июнь начисление проведено, то есть вы квитанцию за июнь получите в июле. Вот буквально сегодня-завтра будет РИЦ заниматься доставкой квитанции. И там будет перерасчет отражен за апрель и за май. Если у вас останутся какие-то вопросы по начислению, вам можно позвонить будет. Вот у нас разрыта теплотранса с декабря прошлого года. В декабре у нас была отключена горячая вода, то есть весь Новый год мы просидели без централизованной горячей водой, и ее возобновили только в Каза января, хотя обещали все обстрадить. То есть по сегодняшний день там ничего не делается. В плане данного года ремонтной кампании он существует. Этот объемчик мы прекрасно знаем. Сейчас идет комплектация материалами, не все еще трубы, будем так говорить, завезены. В плане эта работа есть. Так что можете не переживать, отопительный сезон, с нормальной теплотрассой вы вступите. Вопросов от населения по горячей линии поступило достаточное количество. И в перерывах между звонками представители ГУПСО и РИЦ отвечали еще и на вопросы журналистов, которые в свое время были собраны от жителей Артемовска и адресованы именно ГУПСО. Так людей волнует ситуация с выяснением отношений между ресурсниками и управляющих компаний. Управляющие компании обратились в суд о признании незаконными требованиями прокурора, которые он им выдал, по-моему, 7 мая. О том, что они не имеют права выставлять свои квитанции с нашими услугами, условиями прямых поставок. Этот суд закончился тем, что исковые требования были отклонены в полном объеме. Как отметили представители ГУПСО, некоторые управляющие компании все-таки встали, как говорится, на путь истины. Вот управляющая компания УК, черточка темп, за май месяц все-таки выполнила требования прокуратуры и не выставила в своих квитанциях услуги по отоплению ГВС. Сейчас к нам обратилась управляющая компания «Чистый дом» с твердым знаком. Все-таки, наконец-то, они осознали это, поняли и тоже собираются следовать этому направлению по прямым поставкам. В ходе проведения горячей линии прозвучал ответ и по поводу квитанции, а также по поводу РИЦ. Стоит ли доверять этой организации сбор денег? Можно ли сделать квитанции более доступной, более понятной? Сейчас там очень много графов. Вот, очень хороший, кстати, вопрос. Не далее как. Вот мы постоянно над этим работаем. Мы вчера снова еще раз обобщили все замечания, вопросы, которые касаются и внешнего вида в том числе. Ну, здесь больше всего вопросов, знаете, по квитанциям, где общедомовые счетчики, где нормативы, там все понятно. Даже и при тех квитанциях, которые есть. Вот, а с приборами, то есть, ну и некоторые строчки мы уберем, то есть, допустим, есть дублирование. Вот ГВС-нагрев, ГВС-подача, общедомовые, есть в столбцах и в строках. То есть, это несколько путает людей. Что такое ГВС-нагрев? Если есть ГВС-нагрев, то зачем это отдельные графа для этого времени? Чем они отличаются? С 1 января 2013 года РЭКом введено понятие двухкомпонентный тариф на горячую воду. То есть, если в прошлом году плата взималась за один кубометр, и все затраты закладывались именно в кубометр, то сейчас эти затраты разделены отдельно на подачу. Подача – это вода, по сути дела, или теплоноситель. И нагрев. Почему появился последний крюльцер ВИЦ, и где гарантия, что деньги придут именно на кусок облаком организма? Есть закон. Там написано, что два условия должно быть. Во-первых, должен быть спецсчет, на который поступает средство. Специальный заводится счет, на который средства закоммунальны, эти платежи, только на этот счет. И если сумма превышает в течение суток 5 тысяч, то эти средства сразу должны направляться к контрагентам. И второе условие – должен быть, есть введено понятие этим законом – платежный агент. Это организация, которая имеет для этого все средства, программный продукт, персонал имеет, помещение и так далее. И может осуществлять работу по начислению и сбору платежей. Также стоит отметить, что на частые вопросы от жителей малоэтажных домов, почему же у них отопление дороже, чем в других многоквартирных домах, ресурсники ответили, что очень скоро будут введены повышающие коэффициенты, в связи с чем увеличатся нормативы, которые отнюдь не порадуют все категории жителей. Поэтому выходом ГУПСО предлагает повсеместную установку общедомовых узлов учета.